Я всегда приезжаю в больницу, я благодарю врачей, спасибо вам, истинных врачей, настоящих, не в тех черных грязных халатах, которые там в телеграм-каналах пописывают, а настоящих врачей в белых халатах. Спасибо вам огромное. Мы лечим своих людей, стараемся лечить, чтобы эта зараза, чтобы она быстрее ушла. То, что она уйдет, мы 100% в этом убеждены. Я точно. И я уверен, что мы уйдем от этой болезни. Ну, а если Господь нас будет вот так любить, как до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня, то к Новому году мы успокоимся. Не совсем еще от этой заразы уйдем, но успокоимся. Анализирую, делаю выводы, просеиваю на сито прожитых своих лет. Привет. Скажу вам, что если бы мы развалили советскую медицину, которая у нас была создана, база тогда, если бы мы не занимались здравоохранением, мы бы сегодня имели то, что имеют некоторые наши соседи, и то, что происходит на Западе. Вот мы торжественно шли к тому, что в Украине, а Украина идет к западному варианту, то есть все народное, как мы говорили, здравоохранение, которое финансируется всем народом, надо уничтожить. Перейти на частную медицину, очень много было, больше половины такого мнения врачей. Они думали, что частные, ну все, решим все проблемы. Сейчас единицы врачей остались, которые за это радуют. Что лучше, мы с нашей модернизированной и построенной на фундаменте советских времен белорусской медицины, мы лучше или западная, еще немножко времени пройдет, и вы убедитесь. Я увидел, что терпимая у вас обстановка. Хорошо, что Гродненская область, а это лучшая область, и вы не худшая у нас в плане лечения ковид-больных. Вы с коронавирусом справляетесь, и, слава богу, вы уже даже не на пике, а чуть-чуть уже сползли. А хотелось бы сказать, что вы начинаете сползать. Но пока мы только на практике видим, что вы сползли, ну и дальше будем, в течение нескольких недель, мы увидим, вы ползете вниз или опять образовалась вот эта пила. Сползли, а потом опять поднялись. Это, конечно, нежелательно. Я хочу это видеть на деле, на практике. Тогда можно будет и указания раздавать, принимать решение. Ответил на вопрос, с чего приехал. Уважаемый Александр Григорьевич, специалист, приезжая на работу, имеет право стать на очередь по жилью, как нуждающийся. Для дополучения кредита он может воспользоваться арендным жильем. Однако, получая арендное жилье, автоматически уходит статус нуждающегося. То есть он снимается с очереди, не является нуждающимся. И купить, приобрести в пользование арендное жилье нельзя. Будут внесены изменения, дополнения к законодательным актам по сохранению статуса нуждающегося. Если бы только была проблема в том, что законодательство поправится. Я бы его поправил до завтрашнего утра. Весь же вопрос в деньгах. Сегодня вы в арендном жилье проживаете, ну так живите. Живите, вас же никто не выгоняет. Что меня настораживает отдельно, немногие, а отдельно ставят вопрос, ну а вдруг я ушел от этого нанимателя куда-то. Арендное жилье, откровенно вам говорю, это уже фактор вот этой сдерживания текучести был. Я его уводил. Даже не в этом проблема. Вы живете в арендной квартире, потом захотели построить новую квартиру сами. То есть государство вам помогло с арендной квартирой. И вы второй раз приходите ко мне и говорите, я хочу построить строй, а я не могу. Мне нужны деньги. И вот тут проблема в деньгах. Вот в чем проблема. Мы, конечно, решаем точечно этот вопрос. В целом мы подумаем, что сделать. Как помогать в такой ситуации людям. Думаю, что каждый губернатор, мэр города знает, сколько надо учителям и врачам квартир. Мы подумаем, как решать. Потому что учитель и врач, повторяюсь, основа нашего государства. То, что мы увеличим количество жилья, это точно. Меньше больниц будем строить, меньше школ надо на этой базе лечить, Владимир Степанович. Я уже говорил, а людям надо дать зарплату и дать возможность построить квартиры. По опыту Минска, у нас жилье, квартиры строило по 1500 долларов 2000 за квадратный метр. А элитная еще дороже. Что я сделал? Позвал директора завода, который выпускает дома, стены, панели и прочее. И дал ему землю в Минске. И сказал, плюс 5% рентабельности. В убыток же никто строить не будет. Государственное предприятие. Сможешь? Смогу. Меньше 500 долларов. И сейчас, вот вы решили для себя построить где-то квартиру и дом. Стройте, хотите с частником, договаривайтесь, стройте. Это ваши деньги. А вот кредит и поддержка финансовая со стороны государства. Это государство, это государственный трест. Мы знаем цену, мы этим трестом управляем. Поэтому вот эта перестройка, она сейчас заканчивается. И это дало возможность нам маломальски удерживать цены на рынке. Хотя они тоже не низкие. Надо потерпеть, надо пережить. Надо цены, чтобы не росли. Вот поэтому и приходится где-то сдерживать. Но надо выстоять, дорогие мои. Вот сейчас надо это пережить и выстоять. Если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством. Наши дни будут сочтены, потому что я уже говорил, крупное государство. Пытается сейчас разделить мир между собой. А как разделить? Наклонить, раздавить, вытереть ноги. А нам надо выстоять. Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже леопарды подкинули к нашей границе. Танки. Ты, Юра, смотри, тут ты же генерал, кроме всего прочего. Что они там творят за пределами? Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь. А еще и конституционное преобразование провести. А еще пирамиды ухотите. А еще полномочия раздать там. Ну раздадим. Но это вы захотели. Поэтому вот видите, вы задали вроде бы простой вопрос. Он идет через экономику в глобальную политику. Даже не в политику белорусскую. В глобальную политику. Надо выдержать. Надо выстоять. И мы выстоим. Если вы будете слушать и слышать, что я вам говорю. Вопрос сегодня не во мне. И не в удержании власти. Лукашенко. Не в этом дело. Вопрос сегодня в наших детях и в нашем клочке земли, на котором мы живем. Пандемия внесла серьезные изменения в экономику стран, в том числе в вопрос энергетической безопасности. Литва бойкотировала строительство белорусской АЭС. Но сейчас мы видим, как подпольно любыми путями стараются закупать нашу энергию. Аналогично Украина, публично отказываясь от нашей помощи, в то же время обращается за ней. Готовы ли мы, в отличие от Европы, обеспечить себя энергией и помочь соседям, несмотря на их политическую неприязнь? Хорошо, когда сотрудник Центра скорой помощи задает такие вопросы. Значит, у нас народы интересуются и политикой, и экономикой, и другими проблемами. Очень важный вопрос об атомной станции. Помните, наши протестуны кричали, а что будет с атомной станцией, что будет? Ликвидируем. Европа даст 10 миллиардов доляров, мы ее ликвидируем, и нам за это заплатят. Ну, закрыли бы, и мы бы сегодня не героями были. Почему у нас просят электроэнергию? Потому что она у нас, если честно, уже сегодня с вводом атомной станции без сбытки. Дальше, чтобы ответить вам на этот вопрос, с прицелом на те заявления протестунов наших. Сколько в Европейском Союзе стран, которые недавно заявили о строительстве атомной станции? 10 стран хотят строить. Польша 2. Литва хотела бы хотя бы на 3 Прибалтийские республики. Стоит вопрос, почему от нас требовали станцию не строить? Почему? Это конкуренция. Они хотели, чтобы мы были слабыми. Сейчас она работает на полную мощь. Мы имеем электроэнергию, мы имеем избыток. Вот так поворачиваются времена, к счастью, в нашу пользу. Но мы на этом не хотим, знаете, получать какие-то дивиденды. Я не тот человек, как я часто говорю, я в деревне вырос, и там все были друг за другом. Конечно, мы могли бы завтра закрыться и Литве не поставлять эту электроэнергию. Пусть покупают в Европейском Союзе в 10 раз дороже, но людей жалко. Людей жалко. Это же такие люди, наши соседи, вчера жили в одной стране. А возьмите Украину. Ну возьмите Украину. Там всегда были наши люди и сейчас. Они же в таком тяжелом положении, в бедственном положении. Но жалко людей. Поэтому, когда мне в правительстве совсем недавно премьер доложил, что они просят электричество, что будем делать. Я говорю, ну что делать? Ну людям надо помогать. Вот и все. А так они, конечно, руководство, не они. Ну уж понимаете, что там за руководство. Оно управляется, как говорят, извне. Под колпаком они сидят у американцев. Если они напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут – беда. Ну что, мы еще будем усугублять это положение. Слушайте, ну Господь не простит. Поэтому будем помогать. Было бы подло иметь вот эти свободные мощности, иметь возможность эту энергию производить и полностью не потреблять, сидеть на ней вот в запасе, иметь свободные мощности и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански. Многие пишут и говорят, наказать надо. Ну, слушайте, ну кого мы накажем? Накажем простого человека. Вопрос такого характера. Александр Григорьевич, вот два года мы живем с ковидом, работаем в этом ковиде. Медики в красных зонах. Новые штаммы появляются, напряженность в обществе. Проблем немало. Вы уже в последнее время несколько раз такое словосочетание произносили. Осторожный оптимизм. Было такое. Скажите, пожалуйста, вот что вы вкладываете вот в эту фразу? Вот мы поднялись на какое-то, ну у вас модно говорить, плата. На гору взобрались. И вот за последние несколько дней не просто уже на нем находимся на высоте, по показателям, разным показателям, начали сползать. Не снижаться. Именно сползать. Прирост новых случаев у нас, новых, снизился в полтора раза. Количество поступлений пациентов с пневмониями не прибавляется. Оно остается на том же уровне. И за последнюю неделю на 6,4% за последнюю только неделю у нас увеличилось число выписанных из стационаров. На 44 человека меньше находится на аппаратах ИВЛ. Снижение потребления кислородом в сравнении с прошлой неделей на 1,3%. А в Витебской и Гомельской областях снижение в Витебской на 10% употребления кислорода, а в Гомельской на 2%. Вот это очень важно в Брестской области. В Брестской областной роддом, подразделения онкодиспансера, кардиохирургии, они зачищены и переведены обратно из ковида для того, чтобы занимались своими пациентами. В Витебской областной онкодиспансер, вот тоже данные, с 21 октября приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями и с ковидом. И в Могилевском областном онкодиспансеры, а тоже обычный режим функционирования. Это, конечно, бога за бороду не взяли, но это вызывает осторожный оптимизм. Вот что такое осторожный оптимизм. И это не первая неделя. Мы не просто остановились, а на 2-4% за неделю с прошлого понедельника так вот сползли. Поэтому вот у меня что вызывает осторожный оптимизм. И извините, я молю Бога каждое утро, чтобы не ухудшилось. Ну хватит уже, мы уже наелись этого до предела. Поэтому надо, чтобы уже он нас пожалел.